Всем привет, друзья! Сегодня 3 мая 2020 года, вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вам это интересно, поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал, рассуждаю о фондовом рынке простым доступным языком и учусь вместе с вами. Друзья, не забываем посмотреть вот такое вот мое видео с моими результатами на фондовом рынке за прошедшую неделю. Я напомню, что сейчас у меня задействованы два брокерских счета. На одном из них у брокера открытия находятся мои так называемые российские активы. И недавно я собрал портфель из американских акций, для этого использовал свой ИИС у брокера Тинькофф. И посмотрите мое традиционное видео с ответами на ваши комментарии за прошедшую неделю. Ну а сегодня, друзья, хотелось бы обсудить с вами очень обнадеживающую новость. Как сообщает ТАСС со ссылкой на независимое ценовое агентство Argus, экспорт российской нефти марки Urals в Китай в первом квартале этого года составил рекордные 4 миллиона тонн. А в апреле к этому показателю прибавились еще 2,1 миллиона тонн. Друзья, ну новость на самом деле очень хорошая. Вообще Китай в числе импортеров нашей нефти значится довольно давно. Но мы не занимали лидирующей роли на этом рынке. И у Китая были свои преимущественные импортеры. Но мы, друзья, в последнее время очень сильно подтянулись. То есть в годовом выражении мы уже поставили Китаю 7 миллионов тонн. При том, что Саудовская Аравия всего лишь с небольшим перевесом поставила 7,2 миллиона. И наш годовой прирост по этому показателю составил 31%. Эксперты находят тому следующее объяснение, друзья. Причина первая заключается в том, что Китай первым из мировых государств, по сути, принял на себя удар COVID-19. Ну и поскольку первым он это сделал, он первым из этой ситуации и вышел. То есть сейчас уже, по сути, китайская экономика начинает оживать. Ограничительные меры практически сняты. Ну и, соответственно, китайская промышленность вновь нуждается в черном золоте и начинает активно его закупать. Следующая причина заключается в том, что китайские нефтехранилища еще не успели переполниться. То есть если сейчас во всем мире катастрофическое падение спроса объясняется в том числе переполненностью нефтехранилищ, то есть ее просто некуда складывать. Все понимают, что цены на нефть очень привлекательные. И многие, наверное, импортеры хотели бы сейчас по такой цене нефтью затариться, но ее просто девать уже некуда. Поэтому танкеры плавают сейчас по морю, переполненной нефтью, и не знают, куда бы ее сгрузить. А вот китайские нефтехранилища, как мы видим, все-таки еще какие-то резервы имеют. И они решили воспользоваться этой ситуацией и по очень дисконтным ценам закупают нефть. Причина третья заключается в том, что российская нефть марки Юрлс, она подходит для китайской промышленности именно по качественным характеристикам. То есть ее не нужно с чем-то перемешивать, с другими сортами. Это облегчает технологический процесс и сильно его удешевляет. Ну и причина четвертая, наверное, одна из важнейших заключается в том, что у нас для поставок нефти в Китай существует нефтепровод Восточная Сибирь, Тихий океан, так называемый ВСТО. И в сегодняшних реалиях поставка нефти именно таким образом является премиальной. Поскольку нефтитанкеры, они по сути сейчас выполняют роль нефтехранилища, фрахт на них вырос просто неимоверно. Ну и в общем-то возить нефть по морю, по океану стало совершенно нерентабельно. И в этих условиях наши нефтепроводы для нас очень-очень серьезное конкурентное преимущество. В частности, по данному нефтепроводу, как пишут, мы можем за год поставлять Китаю около 30 миллионов тонн топлива. Друзья, очень хорошие новости. Будем надеяться, что по мере снятия ограничений в Европе и наши традиционные европейские партнеры вновь обратятся к российской нефти. Но хорошо, что в текущей ситуации мы хотя бы находим какие-то механизмы сбыта нашей продукции. Понятно, что цены непривлекательные. Понятно, что сегодня нефть стоит очень дешево. Но это лучше, чем ничего. А в условиях, когда мы не можем полностью прекратить нефтедобычу, не можем ее приостановить, нам эту нефть в любом случае кому-то продавать надо. Ну и очень здорово, что в этой ситуации нам подвернулся наш большой китайский брат, который таким образом отсутствие спроса компенсирует. Ну что, друзья, будем надеяться на лучшее. Всем, кому видос понравился, поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал. Рассуждаю о фондовом рынке, о пассивном доходе, политике, экономике и на всякие разные темы тоже иногда болтаю. Все, друзья, с вас лайк, подписочка. Хорошего дня. Пока-пока.